Всем привет, друзья! Дима, Даниэль, Светлана, Скалска, Болгария. Друзья, а вот вы знаете, что сегодня за день? Сегодня, в принципе, пятница, 23 декабря. Сейчас 9 градусов на улице, а сейчас у нас не пятница, у нас субботник. Так, что значит субботник? Это Светлана решила очистить перед нашим домом площадку. Я нашла асфальт, Дима, здесь была одна трава. Света нашла асфальт. По-моему, до нас в селе это никто не делал. Вот скажет, не говорите, что вот какие придурки. Все занимаются своим участком, а Света перед домом... Это тоже важно. Нет, нам разрешил выкидывать деревья, листву сюда. Да, нам... Это соседние... Чей-то там... Вообще, здесь в Болгарии, друзья мои, нету государственной земли. Вот этот участок, который мы видим там, он, естественно, кому-то принадлежит. Кому, не знаю. Может быть, а может нет. Нет, Светочка, здесь нет такого. Здесь каждый участок кому-то принадлежит. Ай! Здравей! Здравей! Здесь, кстати, пасут... Здесь сюда заводят наш цыган в деревню. Он сюда приводит лошадь на выгул. Ну да. Вот иногда, вы знаете, бывает кому-то нечего делать. Кто-то в Болгарию приехал отдыхать, а кто-то приехал много-много работать. Ну... О, потом будет красиво. Да. Поэтому сейчас идет коммунистическая зачистка не нашего места. Ну, Светка хочет. Ради Бога. Свет. Бамба! Ко мне! Бабуся! Бамба! Кушать, кушать! Ко мне! Вон Бамба под шумок куда-то попыталась свалить. Иди ко мне, Бамба! Ко мне! Ко мне, моя собака! Вот это наша улица. Вот это наша улица. Вот этот наш участок так отсюда выглядит. Вот это дом. Вот у нас эта машина. У нас сейчас работает наш садовник Илья. Что-то делает. Замазывает дырки. Где-то вдалеке кто-то что-то пилит. Скорее всего, дрова. Погода хорошая. Вот. О! А это кто? Маруська! Маруся выползла тоже. Все у нас сейчас вопрос где Люся. Бамба! Ко мне! Бамба у нас убежала. Бамба в селе чувствует себя хозяйкой. И куда-то урулила. Ну, вернется. Что, Маруська? Вот тут тоже проход. В другую сторону деревни. Сейчас уже можно делать маленькие костерки. Сейчас не опасно. Разрешено. Поэтому спокойно можно чего-то сжигать. Вон дорога от нашего дома идет вниз. Дорога ужаснейшая, друзья мои. Ужаснейшая. Там такая... Ну, туда... Ну, нет там дороги. Поэтому мы выезжаем... Ну, иногда выезжаем там из дома. А в основном мы выезжаем вот здесь. Это соседский дом. Здесь живет человек из Израиля. Наверное, его сейчас нету. Куда-то ушел. Не знаю. А вот наши горы Скалска. Посмотрите. Очень красиво. Это то, что нас радует видом из окна. Вот это разделительная полоса нашего участка соседским участком. Такие ворота мы поставили. Здесь ничего не было. Ворота были сделаны очень бюджетно. Просто очень бюджетно. Мы не хотели ставить здесь что-то такое серьезное. Потому что финансово. Да и, в принципе, что нам нужно. Нам цели выполнены. Трактор здесь проходит. Большой. Сюда можно будет загонять машину. Не собираюсь делать никаких гаражей. Есть люди, которые любят гаражи. Которые любят, чтобы машинка их стояла охраняемо, закрыта. На бетоне нет, 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 нет. Ничего делать не буду. Для меня машина это средство передвижения с точки А в точку Б. Я отношусь к ней не как к женщине. А как к куску железа, который меня возит. Это вон мой Outlander там стоит. Видите? Дальше. Поэтому никаких гаражей. Машина будет стоять около дома. И как раз вот Светка сейчас нашла там цемент. И здесь можно ставить машину. Я не знаю ее дальней... Света, а что дальше-то? Ты собираешься до конца улицы так? А, Света хочет до нашего угла. Вот тут зачистить. Друзья приезжают. Тоже надо где-то вставать. Ну да, платная парковка. Кстати, можно здесь уже... Да. Да, можно здесь брать Лев за час. Нет. Како будет Шаме? Мы здесь возьмем по 85 статинок за час за парковку. Сейчас Света в течение дня, я думаю, сделает здесь два парка места. Так что пусть все думают, стоит ли приезжать? Да. Так что кто хочет приехать в гости, друзья, готовьтесь. Парковка стоит деньги. Парковка будет стоить деньги. Шутка. Но в каждой шутке есть доля правды. Маруська. Маруся. Иди ко мне. А бамба свалила, Света. Вот. Вот наша любимая кошечка. Которая выходит сюда только тогда, когда мы выходим. Трансформаторная будка. От нее протянут прямо вот. Протянут вот этот кобелек. Это наш интернет. Прямо трансформаторный бул. Че? А. Вот смотрите, у нас стоят две огромные, огромные липы. Вот здесь стоит липа. Вот здесь стоит липа. И там стоит липа. Спиливать липы в Болгарии нельзя, если им меньше 20 лет. И вы знаете, вот это липа поднимает вот здесь забор. Мешает. Но мы приняли решение. Мы можем их спилить по закону. Нам надо получить разрешение в общине. Но, друзья мои, мы не хотим ничего спиливать. Раз дерево стоит и оно радикально, глобально не мешает, значит пилить мы его не будем. Как говорится, пилить, ломать не строить не хотим. Пусть природа останется природой. А, вот наш единственный фонарь на улице, друзья. И вот там дальше второй фонарь. У нас фонаря нет. И ставить нам его не собираются. Хотя мы спрашивали. А с другой стороны, а зачем нам надо? У нас внутри есть освещение. В темноте здесь очень красиво. И поэтому фонарь не нужен. Да, вот мусорного бака у нас тоже нет. Это вот если идти туда в конец улицы и немножко налево, там и выбрасываем мусор. Тоже какой-то заброшенный участок. Друзья, у заброшенных участков в Болгарии огромное количество. И никто их продавать особо не спешит. Потому что никто за них ничего не платит. И если введут закон о том, о налогообложении на пустые земельные участки, скорее всего на рынок выскочит огромное количество предложений продажи. И уже не по тем ценам, которые хотят сейчас. Сейчас назначают цену на участки от дурака. Как я и говорил. Вот если за вот этим участком есть еще один участок, который размером 2600 метров, который уже давным-давно висит на сайтах болгарских объявлений, по цене 6200 евро. Но, когда я решил позвонить собственнику, не собственнику, а по рекламе, вдруг цена почему-то увеличилась с 6200 до 17000 евро. Почему он так хочет? Ну, он имеет право. Он хочет продать этот участок. Еще, естественно, он услышал, что звонит чужестранец, и почему бы не зарядить? Ну, из этого можно как-то создать какую-то ориентирующую стоимость. Вот, смотрите. Это значит, он хочет за метр квадратный 7 евро. 7 евро за один квадратный метр. Это значит, что наш участок размером 2655, если мы умножим на 7 евро, мы получим такую же стоимость, 18000 евро, только земля. А дом? А очистка? Вот, как понимать эти стоимости? Да никак пока что. Нельзя, нельзя понимать, из какого расчета люди хотят продавать свои участки. Вот он захотел 7 евро за метр в Скалске, а он это просит. Ну, будет просить, может быть. Не знаю. Вот. Так что так у нас проходит день. Весело, интересно. Светлана, а когда ты хочешь закончить субботник? Ты спешишь? Не, я не спешу. Не, не, не. Я тебе даже... Я тебе даже кофе сделаю, чтобы ты продолжала. Снимай, что-то на следующий год как будет красиво. Зато на следующий год здесь вообще... Сюда будет приезжать, как мне кажется, телевидение и снимать нас. Что я вот знаю? Да. Хубавден. И have a nice day, my friends. Чао-чао из Булгарии. Чао-чао из Булгарии. Чао-чао из Булгарии. Чао-чао из Булгарии.